Привет, друзья! Вы на игровом канале Барона Графона. И перед началом видео поставьте лайк, напишите комментарий и обязательно подписывайтесь на канал. Вы, наверное, знаете, на моем канале есть рубрика, которая называется «Порты на Nintendo Switch». В этой рубрике я беру три игры и смотрю на них со стороны оптимизации. Как они работают, FPS, графика и так далее. Я решил немножко модернизировать эту рубрику. То есть мы будем брать с вами только одну игру и смотреть на нее уже более подробно, чем обычно. То есть будем смотреть те же самые характеристики, но будем смотреть, сколько она стоит. Я буду еще говорить, где можно приобрести эту игру. Сегодня в пилотном выпуске этой рубрики нас ждет с вами игра, которая вышла достаточно недавно. Это Persona 5 Strikers. Эта игра вышла еще год назад в Японии и до нас забралась спустя только год. Игра полностью на английском языке, и поэтому русских субтитров в этой игре нет. Хоть и обложка игры, как мы видим, имеет русский язык, где можно более подробно прочитать, что нужно делать в этой игре. Игра у меня распакованная, но находится в такой защитной пленочке. Где приобрести эти пленочки, я уже оставлял в других видео. Это не реклама, просто люди спрашивают, где купить. Просто на Алиэкспрессе я покупал одного продавца. Не буду говорить, что ручаюсь за него, но я раз заказал, мне пришло все. Поэтому заказывайтесь на свой страх и риск, как говорится. Давайте посмотрим на коробочку. Очень красивые арты внешне. Мне нравятся японские разработчики, у них всегда интересные и красивые арты на их коробочках. Тут указан разработчик Атлус. Давайте смотреть, что внутри. Внутри с нами ждет брошюрка, на которой есть бонусы. С другой стороны там код с бонусами на цифровой саундтрек, цифровой артбук и так далее. Мы с вами показывать, я его, к сожалению, не буду, потому что вдруг мне самому пригодится. Вот такой картридж нас с вами встречает внутри. К сожалению, внутри нет никакого арта, к сожалению. Но что есть, то есть, как говорится. Давайте с вами посмотрим теперь на цены. В магазинах игра стоит около 4000. Сейчас с вами посмотрим, сколько игра стоит у нас в eShop. В eShop игра стоит 3929 рублей. Давайте посмотрим, какие есть языки поддерживаемые в этой игре. Есть английский, испанский, французский, немецкий, итальянский. Игра занимает в цифре почти 12 гигабайтов. Игра на одного человека. Также есть загружаемый материал. Давайте посмотрим, что входит в загружаемые материалы. Входит классические мелодии. Видимо, из других частей персоны. И также здесь есть какой-то набор. Посчитаем, что сюда входит. Видимо, какие-то бонусы внутриигровые. Да-да-да, здесь игровые бонусы всякие по игре. Также можно купить эту игру в цифре уже со всеми комплектами. Такие DLC. Дай писать, сколько стоит. Вот, стоит 4638. Это более выгодно, чем покупать в цифре по отдельности DLC и саму игру. Вот с вами посмотрели на игру eShop. Магазин, как я сказал, всякий. Она легко где можно найти. Она есть вообще во всех розничных магазинах у нас. Это... Давайте посмотрим эти скриншоты по игре. Тут они есть. Можем с вами посмотреть более подробно. Вот. Выглядит достаточно красочно. Эта игра вышла еще на 4-й PlayStation. Потом там графика намного будет лучше, чем на том же Switch. Вот так вот. Эта игра есть и в других розничных магазинах, как я сказал. Во всех, можно сказать. Я переживал, что эту игру мне завезут, но ее завезли. Я взял в одном из магазинов. Не буду говорить в каком, потому что оно не есть везде. Поэтому можете посмотреть более подробно в вашем любом магазине. Есть доставки разные, поэтому можете заказать. Давайте сейчас я к вам вернусь, когда запущу игру уже на самом карике. Все, картридж игры я вставил. Играть я буду на Pro Gamepad, который у меня есть. Поэтому так сказать, чтобы экран был полностью... Было видно его. Давайте запустим игру. Посмотрим, как загрузки работают на этой игре. Как быстро она загружается. Слышал, что она очень долго загружается на Switch. Давайте посмотрим сами загрузки и так далее. Игру я так не запускал до сих пор. У меня друг посмотрел эту игру. Я пока ее не запускал. Поэтому посмотрим, что сейчас ждет игра. Так, загрузка пока что стабильная идет. Посмотрим, сколько стоит ждать. Многие ждали эту игру. Я тоже очень ждал эту игру. Это была одна из самых рождаемых мной игр в этом году. Поэтому с удовольствием приобрел ее. И обязательно прорву пятую персону. И засяду за эту игру. Видим логотип разработчика. Но, знаете, загрузка была достаточно быстрая. Недолго. Музыку включать мы с вами не будем. Потому что знаем мы японских разработчиков. И их авторские права. Здесь мы видим новую игру. Загрузка игры. И, видимо, всякие настройки. Вот такие настройки в игре. Видимо, что можно включить, что можно выключить. Давайте запустим игру. Если будут всякие диалоги, сейчас будем скипать. Потому что нам главное геймплей. Так, игра загружается. Давайте посмотрим. Видимо, тут всякие какие-то... Читать я не буду это. Потому что все-таки это... Переопечатление пока что. Потом посмотрим, что нас ждет дальше. Вот мы с вами, видимо, заставка игры. Будет достаточно красиво. Нас просят... Да, хотим скипнуть. Давайте посмотрим на игру. Диалог персонажей тоже будем скипать. Потому что нам главный геймплей. Говорили, что здесь 30 фпс. Да, действительно, 30 фпс. Посмотрим, насколько они стабильны. Игра представляет себя... Мусоу. Мусоу это жанр... Наверное, вы знаете такую серию, как Дайнасти Вариорс. Другие игры этого жанра. Хайрул Вариорс, только недавно вышел такой же. Игра представляет себя... Вы бегаете по карте, убиваете тысячи врагов. Болванщиков, которые вам почти не могут нанести никакого удара. Сражаетесь с главными злодеями этих игр. Боссами. Уничтожаете их тоже. Они более сильные. Они уже могут вас ударить. Также Persona 5 Strikers. Отличается от других. То, что здесь очень большая часть уделена сюжету именно. Сюжет играет очень важную роль. Вот так вот реагирует игра. Могут сказать, что да, стабильный 30 фпс. Просадок таких пока не вижу, чтобы что-то оценить. Графика вполне нормальная для консоли. Играется бодрой. И в принципе нормально. Мне нравится. На первом каком-нибудь ударить. Я давно очень раньше любил этот жанр. Проходил очень много серий этой игры. Этого жанра, точнее. На PSV, на PSP проходил. Разные дальности Warriors, Samurai Warriors, Warriors Orchie. Мне как-то раньше нравилось. Сейчас, к сожалению, понял, что как-то скучноват для меня лично. Вот это уже. Вот, можешь всякий приём делать. Просто я персоной не играл. Не знаю. Может, как-то это связано с этой серией игры. В принципе, нормально играется. Более подробно я вам расскажу потом, когда у меня будет рубрика, во что я поиграл. В ближайшее время она вернётся. И если я эту игру когда-нибудь поиграю и пройду, я вам расскажу, как она всё-таки, какие есть проблемы с ней. Но первое впечатление пока радует. Игра достаточно красивая. Стабильный FPS. Много врагов на карте. А то обычно в протоссивных версиях врагов не так много на карте. Где-то достаточно интересно. Потому что тут всякие миссии, можно вызывать персон и так далее. Ну, я думаю, на этом пора с вами прекращать это видео. Надеюсь, вам понравилось. Пишите, пожалуйста, в комментариях, стоит ли продолжать эту рубрику. Или снова вернуться портам на Nintendo Switch, где мы всё-таки с вами смотрим не так подробно каждую игру. Но там всё-таки три игры и так далее. Если вам понравилась эта рубрика, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.